Транспортер четвертого поколения революции в мире транспортеров. Спустя 40 лет наследие Volkswagen Жука полностью отправилась на покой, и это были плохие новости для бензиноголовок. Отказ от оппозитного двигателя с воздушным охлаждением сзади и заднего привода означал, что с этого момента Volkswagen Transporter будет как все. Фанатами это было воспринято как настоящее предательство. Это точно так же, как фанаты BMW 1 серии сегодня орут, что новая копейка с передним приводом это говно. Я могу прекрасно понять этих людей. Адепты, к сожалению, новый транспортер не принимали, но недолго, ведь он оказался нереально хорош. Полукапотная компоновка, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Можно было бы даже сказать, ага, решение из мира автогонок, если бы эта подвеска не была торсионной. Да-да, Volkswagen снова вернул торсионы вместо пружин на транспортере третьего поколения. Ставка была сделана на всеядную и вечную подвеску. Рычаги крепились к огромной массивной балке подрамнику, которая являлась и опорой для коробки и рейки. Взгляните на этот подрамник и вы поймете, что машину готовили просто неубиваемую с запасом прочности на века. Задняя подвеска была очень похожа на подвеску от предыдущего поколения. Диагональные косые рычаги с короткими пружинами, но амортизаторы сильно завалены вперед. Это решение позволило сделать низкий и ровный пол. Всего в разное время у транспортера четвертого поколения было 4 бензиновых мотора и 3 дизельных. На вершине формально была бензиновая версия VR6. Но кому она нафиг нужна, если есть дизельные пятерки от Audi? Для транспортера четвертого поколения были доступны 2 механики и 1 автомат. Были версии с полным приводом, 2 варианта длины колесной базы и несколько вариантов высоты крыши. Транспортер четвертого поколения впервые показал людям, что грузовик может быть комфортным, богато оснащенным, неплохо тормозить и хорошо стоять на дороге. Ну или ехать. Нет. Транспортер четвертого поколения все еще не умел дарить ощущение легкового автомобиля, особенно по меркам 90-х годов. Зато он стал проводником в мир грузового транспорта. Именно с появлением транспортера четвертого поколения люди всерьез начали задумываться, а нахрена вообще нужны обычные легковые машины? В 1992 году транспортер четвертого поколения становится победителем конкурса Van of the Year. Но по-настоящему Т4 раскрылся после рестайлинга. До этого тормоза были слабоваты, а кузов мягковат и громковат. Хорошо помню это ощущение дорестового Т4, что ты едешь в шкафу. Не подумайте плохо, это был отличнейший шкаф. Никто в 90-е не строил шкафы лучше, и это ощущение шкафа было приятным. Оно обладало каким-то уютом. Плюс еще салон, легендарно трансформирующийся в номер для новобрачных. Но звенел и грохотал дорестовый Т4 знатно. С Т4 к нам пришло бесконечное разнообразие моделей, ведь Volkswagen додумался запихнуть все опции от самого дорогого Passat в бус. Лучше всего это разнообразие демонстрирует цены. В 2002-м на Т4 они начинались с 22 741 евро, и доходили до 116 тысяч евро за каравеллу бизнес. В этом разнообразии заблудился даже сам Volkswagen. Именно с Т4 началась путаница в названиях между транспортерами, каравеллами и мультиванами. А еще был Т4, под капотом которого было пусто. Его выпускал тот самый Клайр, которому так понравилось засовывать двигатели от Порши в Т3, что с приходом Т4 он не смог остановиться. Т4 993 с двигателем от Порши Турбо на 522 лошадиные силы. Максималка 273 км в час до 100 за 5,1 секунды. Воздухозаборники сзади и главный шик 90-х, повторители поворотников в зеркалах. Ну и разумеется, Т4 был мега вынослив и феноменально надежен. В авторевью за 2003 год сохранилась заметка о том, как Т4 работали в российской службе ГИЧЛ. И для сравнения, новые спринтеры ходили там по 200 тысяч, после чего сыпались и в итоге в службе не прижились. В это же время Т4 ходили без проблем по 400 тысяч километров, после чего их вынужденно продавали, так как срок службы машин в компании был установлен 4 года. Конечно, Т4 тоже требует ухода и бережливости. Так у него ржавели задние арки, да и вообще он ржавеет. Стоки боковых стекол, пороги, лючки бензобака, все, где краска сотрется до металла, начнет ржаветь. Не самая удачная конструкция нижних роликов с движной двери. Текущие помпы и расширительные бачки. А обязательно нужно следить за ремнями на двигателе. Слабые тормоза, особенно на доресте. Плюс досаждает привод стеклоочистителя со стороны водителя. Ну и коробка. Она готова ходить вечно, только при условии, что в ней есть масло. Его нужно регулярно проверять. Но при этом главное, чем подкупает Т4, это простота. Простая электрика. Простые моторы. Простое шасси. Ремонтопригодность такая, что руки сами тянутся что-нибудь открутить, модернизировать или доработать. И при этом никакого Васи Диагноста, никакого кодирования, никаких танцев с бублями. И даже если планету захватят пришельцы, ты точно знаешь, что спокойно удерешь от них на своем транспортере четвертого поколения, потому что именно Т4 стал олицетворением настоящего немецкого качества. Потом пришли двухтысячные и все стало хуже. Честно говоря, я не знаю почему, просто у меня вот так вот сценарий написано. По-моему, все стало только лучше. Четвертое поколение транспортера поражает продуманностью даже по меркам 2020 года. Это современная машина, до уровня которой многие производители не дотянулись до сих пор. Но созданная в 90-х, а значит, как считают передуны, с душой. Потому что все самое лучшее осталось в 90-х, все лучшие кузова остались в 90-х, и вообще брат за брат за... В общем, надеюсь, вам понятно, почему у транспортера четвертого поколения так много поклонников, и армия фанатов их только растет с каждым годом, потому что это настоящий ламповый микроавтобус. Выпущено их было где-то 2,5 миллиона. Volkswagen Transporter T5 Выпускается с 2003 года, ну и на самом деле можно сказать, что по настоящее время, ведь T6 – ничто иное, как маркетинговый ход и всего лишь рестайлинг. T5 – это вообще больше не автобус. Это именно 911 в правильном кузове. А главное величие T5 в том, что он массовый. Сделать 911 крутым – дело нехитрое. Сделать машину, не уступающую 911, и производить ее массово, миллионами – вот что по-настоящему круто. Именно T5 по праву входит в список великих. Все транспортеры легендарны, но они были нужны для того, чтобы появился T5. Потому что шасси T5 еще в 2003 году установило такие стандарты в классе, дотянуться до которых смог лишь Мерседес. Да и то в 2014. Если вы никогда не ездили на T5, скорее бегите к дилеру Volkswagen на тест-драйв, ну или берите машину в Яндекс.Драйве. Вам сорвет башню. Потому что сознание просто не готово к тому, что автобус – это так круто. Главное – помните об опасности. После тест-драйва вам придется продавать вашу машину, потому что вы больше не сможете пересесть с транспортера на другие автомобили. По сравнению с транспортером четвертого поколения – это революция. Во-первых, чтобы окончательно взорвать мозг всем, Volkswagen называет Caravelle шаттлами. Во-вторых, это полностью новая конструкция. Полностью новая передняя ось, которая вместе с двигателем крепится к подрамнику. Тормоза дисковые по кругу. Кузов стал крепче и жестче. Теперь он полностью оцинкован, а полости обработаны воском. Скрытая направляющая сдвижной двери. Все двери доступны с сервоприводом. Грузоподъемность и размер возросли. В гамме шесть двигателей. От дизельного 1.9 до бензинового 3.2 на вершине. И снова совершенно непонятно, кому нафиг нужен, если есть дизеля. На Нордшлейфе на этой машине все равно никто не поедет. Шумоизоляции в топовых версиях было прям как на самолете. Мотор укутан и сверху, и снизу под капотом только один лишь щуп, как у 911. Намек на то, что Т5, как и с 911, не ломается. Руль из горизонтального автобусного стал почти вертикальным легковым. Вместо длинного костыля переключения КПП у Т4, у транспортера 5-го поколения короткий джойстик на торпеде с идеальным переключением, щелкать который одно удовольствие. Оснащение любое. От голого металла и заглушки вместо аудиосистемы до почти всего, что есть в Фаэтоне, а значит и в Бентли. В 2004-м транспортер 5-го поколения становится победителем конкурса Van of the Year. КПП уже второй раз эта почетная награда уходит в руки, в лапы транспортеру. И при этом конструктивно у Т5 все прозаично, дальше некуда. Макферсон спереди, диагональные рычаги сзади. Правда теперь задние амортизаторы наклонены вбок. По агрегатам и оснащению значительная унификация с легковыми машинами концерна. Но как же здорово все это едет. Комфорт не просто дотянулся до уровня легковушек, он их превзошел. Теперь легковушкам нужно тянуться до уровня транспортера. И Т5 передалась главная магия современных фольксвагенов. Феноменальная легкость управления, когда проехав минуту, ты понимаешь машину, словно гоняешь на ней всю жизнь. Да, именно гоняешь. И да, все знают, чтобы получать максимум информации от машины, нужно сидеть как можно ниже и как можно ближе к задней оси. Но правда в том, что круто сидеть на передней оси. Это как наркотик. Все водительские ощущения переходят на новый уровень и усиливаются в сотню раз. Ты кайфуешь даже от простой городской езды. А попробовав хоть полдня пожить с транспортером, вы просто не сможете отрицать того, насколько же это, блин, удобно. Вся автомобильная бытовуха больше не страдания. Ну разве что вещи по салону будут летать в сто раз больше. Ведь маневренность сумасшедшая. Диаметр разворота как у легковушки. Что такое обзор вы тоже откроете заново. И это конечно зло, потому что Т5 это исключительно машина для водителя. Грузу и пассажирам наступит хана. У меня был цельнометаллический Т5 и несмотря на базовый дизелек на 85 лошадиных сил, вещи влетали в кузове, как в блендере. Висеть на заднем бампере, как это делает Т5, не может кажется даже BMW. Ведь безопасная дистанция для BMW это две молекулы. А Т5 может висеть на расстоянии одной молекулы. Обзорность-то лучше. При этом на дороге вы будете страдать только от одного. Сюда бы мотор раз в пять помощнее. Потому что это шасси может больше. Гораздо больше. Нет, не подумайте, мотора хватает. Ну просто это как засунуть 911 дизелек на 85 лошадиных сил. Но вы же знаете, что действительно великим машинам не нужно много сил, чтобы быть первыми. В 2013 году Т5 выехал из 10 минут на Нюрбург-ринге и побил негласный рекорд для фургонов, поставленный Сабиной Шмидтс на транзите в далеком 2005. 9 минут 57 секунд. Правда, то была машина, доработанная Рева. Мощность двухлитрового дизеля подняли до 220 сил. Пружины и амортизаторы от Бельштайн. Но в 2018 году на абсолютно стоковом, 150-сильном, дизельном транспортере с механикой Роб Остин выехал из 10 минут. На стоковой машине он проехал петлю за 9 минут 58 секунд. Как я и говорил, мощность ничто без контроля над ней и транспортер надерет задницу любому даже с базовым мотором. Ну чем не 911-й? Не верите? Ну, не может микроавтобус быть настолько хорош, да? Окей, давайте зайдем с другой стороны. Мерседесу, производителю самых-самых вот классных автомобилей на свете, потребовалось 11 лет, чтобы дотянуться до уровня транспортера 5-го поколения. И для этого ему пришлось изрядно попотеть, перебрав старую платформу и напичкав автобус всем, что есть в S-классе. Лишь новый V-класс, который пошел с 2014 года, смог выступать на уровне транспортера 5-го поколения и даже обходить его в каких-то мелочах. Все-таки начинает сказываться воздух. Я никогда не ездил на мультиване, но зато я ездил на V-классе и та машина реально ощущается как большой такой натуральный автобус. Поэтому если Кирилл Чернов прав и мультиван действительно ощущается как легковушка, мое почтение. В 2015 году Volkswagen выкатывает большущий рестайлинг и называет транспортер 5-го поколения транспортером 6-го поколения. Презентация Т6 проходит в Голландии в память о наброске Бена Пона 65-летней давности. Появляются новые моторы Евро-6, а в оснащении большинство современных ассистентов и даже адаптивное шасси с управлением сопротивления амортизаторов. В 2016 году транспортер 6-го поколения становится победителем конкурса Van of the Year. Снова новый V-класс этой награды, к слову, так и не получил. И это говорит о простой истине, которую знают все водители бусов. Несмотря на всевозможные ассистенты, которые у Мерседеса реально лучше. Несмотря на нормальный автомат вместо ДСГ и правильный привод. Несмотря на то, что V-класс тоже очень приятно управляется, а на высокой скорости чувствует себя даже лучше, транспортер после 150 сдувает сильнее, чем V-класс. Истина в том, что если у вас Т-6, вы не вспомните про V-класс. Потому что даже в топовом исполнении V-класс – это грузовик, и ты устаешь от него, как от грузовика. А в транспортере не то что километры, сотни тысяч километров проходят незаметно. Одним словом, если вы еще не открыли для себя Т-5, ну или Т-6, вы просто не открыли для себя лучшие машины на сегодня. Не открыли идеальный 911-й. Самый удобный и выносливый автомобиль на каждый день, дарящий удовольствие спорткара. Хотя мне все равно верится в удовольствие спорткара за рулем микроавтобуса с трудом. Надеюсь, когда-нибудь я поменяю свое мнение. Ну а теперь ложка дегтя. Надежность ухудшилась, но только по сравнению с транспортером четвертого аж поколения. Ну это неизбежная плата всех выносливых машин. Если первый владелец машину только эксплуатировал, за обслугу заплатит второй владелец. Плюс ваговские подлянки двухтысячных. Насос, форсунки, двухмассовый маховик, капризная электрика. И если вы ищете Т-5 с пробегом, не забывайте главного. Никто на самом деле не знает реального пробега поддержанных транспортеров. В описании к этому видео лежит ссылка на автору со всеми предложениями о продаже Volkswagen Transporter T5. И если вы ее откроете, то увидите, что машины с пробегом 800 тысяч километров и машины с пробегом 200 тысяч километров выглядят одинаково. А если вы посмотрите предложения по машинам, которые еще не успели смотать, ну например двухлетние, то увидите, что на самом деле эти машины в год проезжают в среднем по 100 тысяч километров. Так что я бы не сильно ругался на надежность, когда у 15-летнего транспортера с пробегом на доме 3 180 тысяч километров вдруг ляжет турбина или блок. Впрочем, с мотором 2.5 и его плазменным напылением все равно лучше не связываются. В идеале брать рестовые машины, там дизель Common Rail, он крепкий и к тому же здорово едет. Даже по норфляйте. В 2019 году транспортер пережил новый рестайлинг и теперь он называется транспортер 6.1 POW. В нем появились светодиодные фары, если у вас много денег, новая панель с полностью цифровой приборкой, если у вас очень-очень-очень много денег, электрические версии, электроусилитель руля, двигатели Euro 6D Temp, это последний экологический стандарт в Евросоюзе. Ну и, наконец, Volkswagen стал полностью соответствовать по оснащению тому, что предлагает V-класс. На сегодня суммарно выпущено больше 13 миллионов транспортеров всех поколений, ну а по Германии уже вовсю накатывают тестовые километры транспортеры седьмого поколения. Это уже будет совершенно иной микроавтобус на совершенно новой платформе. Ну, а нам лишь остается ждать очередной революции в мире минивэнов, ну а Volkswagen ждать очередной награды Van of the Year. Субтитры создавал DimaTorzok